Большой шаг в развитии бизнеса. В Петропавловске состоялся второй международный инвестиционный форум «Козлжар Инвест-2016». На этот раз он собрал около 500 бизнесменов из семи стран мира. У Дворца спорта выстроены в ряд комбайны «Сампо Азия», тракторы «Батыр», селки, распылители удобрений. И это далеко не все, что могут продемонстрировать зарубежным гостям североказахстанцы. Выставку товаров развернули и в здании. Участие в ней принимают порядка 40 предприятий региона. Для них инвестиционный форум – возможность выйти на зарубежные рынки. ТО «Фрегат» производит больше 60 наименований продукции. Наша продукция пользуется спросом, но мы хотим, чтобы ее знали и в других странах. Поэтому сегодня с большим удовольствием общаемся с инвесторами. Кстати, именно товары сельского хозяйства сегодня больше всего интересны инвесторам. Вот и руководитель немецко-казахстанского проекта «Аграрно-политический диалог» Дитхард Рудерт рассматривает в основном стенды с такой продукцией. Я хочу встретить людей, которые занимаются на производстве и на переработке, чтобы я лучше могу информировать наши немцы, наши немецкие люди, как сельское хозяйство в Казахстане работает, особенно в севере. Бизнесмены, которые в гостях на севере страны, готовы создать здесь свои производства. К примеру, компания «Айдзю» готовится построить крупный агропромышленный парк в Таиншинском районе. В первую очередь уже ко дню независимости в этом году мы запустим маслозавод объемом переработки 300 тысяч тонн маслячных в год. Стоимость проекта 20 миллионов долларов. Второй очередью проекта является глубокая переработка пшеницы объемом 300 тысяч тонн в год. Третий этап – мы планируем начать переработку говядины, бараниной. Вся эта продукция пойдет на экспорт в Китай. Подробнее о том, какие условия создают в регионе для тех, кто готов вложиться в совместные проекты, говорят уже на заседании Совета инвесторов. Интересной для развития на встрече называют сферу химической промышленности и разработки минерально-сырьевого комплекса. Участники форума делятся своим опытом, обсуждают планы на будущее. Совсем скоро у нас создадут агентство по привлечению инвесторов. Работать оно будет по принципу одного окна. Впервые в Североказахстанской области шведы Акимобласти Ерик Султанов и министр сельского хозяйства Швеции Свен Эрик Букт провели встречу, а затем посетили выставку продукции, которую выпускают в Северном Казахстане. Глава региона рассказал гостям о качестве местных товаров и объеме производства. Далее по программе пленарные заседания. Здесь говорят об условиях, созданных в Казахстане для инвесторов. Приветствовал участников встречи глава нашего региона. Географическое положение Североказахстанской области, богатые месторождения полезных ископаемых, значительный потенциал агропромышленного комплекса и высокий образовательный уровень трудовых ресурсов делают наш регион привлекательным для инвестиций. По итогам 2015 года Североказахстанская область вышла на первое место по темпам роста инвестиций. Положительная динамика наблюдается и в текущем году. По многому этому способствовал проведенный в 2014 году первый инвестиционный форум. Убежден, что нынешний форум станет не менее продуктивным и позволит инвесторам найти интересные для них проекты. Министр сельского хозяйства скандинавского государства Свен Эриктбукт говорит, что рад узнать о потенциале нашего региона. Рассказывает о своей стране. Агропромышленный комплекс в Швеции – одна из развитых сфер. Я очень рад приехать в ваш регион и узнать о потенциале. У нас в сельском хозяйстве хорошее достижение, и мы можем с вами выгодно сотрудничать. Наша продукция отличается качеством. Мы ориентированы на покупателя. Бережно относимся к окружающей среде. Детально о том, чем можно заниматься в Северном Казахстане и куда вложить деньги, говорит зам Акима области Ратмир Ахметов. Перспективные варианты сотрудничества есть во всех сферах. Сельское хозяйство в числе приоритетов. А самое главное – предпринимательство активно поддерживает государство. В Казахстане предусмотрены большие преференции для иностранных инвесторов. При реализации проектов в приоритетных секторах экономики – это освобождение от корпоративного и земельного налога на 10 лет, налога на имущество на 8 лет, возмещение до 30% затрат на приобретенное оборудование и строительно-монтажные работы. При реализации всех инвестиционных проектов на 5 лет – освобождение от таможней пошлины на импортоборудование, сырья и материалов, предоставление натурных грантов. После подписания меморандумов они станут отправной точкой для сотрудничества. Сейчас подписи на документах ставят директор ТО «Биоаквагрупп» и гендиректор компании «Шанси Ян Цингбанга» Жандабанг. Сотрудничают уже три года. В 2017-м планируют построить в Петропавловский завод по переработке аквакультуры – рачкообразных Артемия Салина. Стоимость проекта – 10 миллионов долларов. «Мы три года покупаем у вас рачков, которые водятся в горько-соленых озерах региона. Это ценный для нас продукт. Мы долго исследовали вашу область. И теперь хотим построить завод и экспортировать в Китай уже готовую продукцию. Для местного населения появятся новые рабочие места». А к 2020-му в Северном Казахстане появится авиационный завод. Меморандум о долгосрочном сотрудничестве по его строительству заключают россияне и казахстанцы. «Самолет Б-103 – это амфибийный самолет, который имеет международные сертификаты в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в Бразилии, в Канаде и европейский сертификат. А также строительство нового регионального самолета Б-132, который рассчитан на 26 пассажиров и будет востребована как самолет региональной авиации». «В основном вся продукция будет происходить и производиться на экспорт. То есть потребность во всем мире, мы сейчас подсчитываем, делаем анализ, это порядка около тысячи бортов. Для начала мы будем использовать программу кооперации с российскими заводами и предприятиями». Всего зарубежные и местные бизнесмены, представители госорганов, закрепили подписями 22 документа. Общая сумма договоров и соглашений превысила 207 миллиардов тенге. А здесь обсуждают вопросы взаимодействия бизнесменов в Казахстане и Швеции. Этому посвятили отдельный форум. Торгово-экономические отношения нашего региона со шведами только устанавливаются. О Кимобласти Ирик Султанов говорил о необходимости повышения уровня сельского хозяйства и о современном развитии машиностроения. «В северном Казахстане идет неплохо развитие машиностроения. Мы уже несколько наименований техники вместе с европейскими, российскими производителями собираем здесь и переходим на локализацию. Я считаю перспективным производство сельскохозяйственной техники Северо-Казахстанской области вместе с шведскими предпринимателями. Все условия для этого будут созданы. Уверен, что наша встреча положит начало плодотворным, взаимовыгодным отношениям между Северо-Казахстанской областью и Швецией. Сегодня мы обсудим возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства». Задача форума – презентовать лучшие стороны государств и привлечь инвесторов. В северном Казахстане нет крупных предприятий по переработке шерсти шкур животных. Есть и другие сферы, обладающие высокоинвестиционной привлекательностью. Например, животноводство, переработка масличных культур, картофеля, мяса и молока. Объемы производства последнего – 54 тысячи тонн в год. На заводы поступает лишь 30% сырья. «За январь-август 2016 года в основной капитал сельского хозяйства вложены инвестиции на сумму 35,9 миллиардов тенге или 130%. Вместе с тем, в отрасли растеневодства имеется большой потенциал земельных ресурсов. Площадь орошаемых земель незначительная. В этой связи в целях обеспечения максимального роста урожайности с хозяйственной культур, в частности картофеля, овощей и кормовых культур, а в результате объема валового продукта сельского хозяйства необходимо развивать орошаемые земледелия. Но для этих целей необходимы инвестиционные вложения со стороны бизнес-структуры». Министр сельского хозяйства Швеции Свен Эрикт Бухт отметил, что Казахстан действительно имеет высокий потенциал в сфере сельского хозяйства. Выгодно и географическое расположение, которое позволяет продавать продукцию на мировой рынок. «Мы видим большой потенциал с точки зрения сотрудничества и развития. Шведская стратегия увеличения торгового оборота обозначила Казахстан как одну из приоритетных 26 стран. У вас большой потенциал в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. В свою очередь наши компании могут предложить инновационные решения ваших проблем». Предварительные итоги прошедшего международного форума «Казалжар Инвест-2016» подвели уже на встречи с журналистами. На вопросы представителей СМИ ответил глава региона Эрик Султанов и министр сельского хозяйства Швеции Свен Эрикт Бухт. В первую очередь спрашивали, конечно, об ожиданиях. Оправдались ли те надежды, которые возлагали на эту масштабную бизнес-встречу? Особенно интересовали журналисты переговорами с бизнесменами из Швеции. «Сказать, что завтра светские инвестиции будут здесь, конечно, рано. Сейчас, я думаю, что они изучают возможности законодательства Казахстана. Мы и на форуме, и на двухсторонней встрече с господином министром обсудили возможности инвестирования в сельское хозяйство. Нас интересует сельскохозяйственное машиностроение. Второе – это само сельскохозяйство». Казахстан шведы увидели как страну больших возможностей. Много интересных направлений для сотрудничества. «Мы приехали, чтобы познакомиться, найти партнеров, заключить сделки. Думаю, есть ряд и других направлений, где можно сотрудничать, кроме сельского хозяйства. Это горнодобывающая отрасль, лесообработка. Мы в этих сферах тоже занимаем лидерские позиции в мире». И если шведы только узнают наш потенциал, то многие другие участники форума уже работают на североказахстанской земле. «Совместно с россиянами мы выпускаем тракторы, а с китайцами строим сахарный завод. Сегодня гости из Поднебесной готовы реализовать еще один крупный проект». «Сегодня астанинская компания, совместно с китайской компанией, начинает работать над строительством транспортно-логистического центра в городе Петропавловске. Для этого мы уже наметили 200 гектаров земли. Это будет тоже огромное такое производство, где будет, скажем, перегруз, хранение, где-то производство, переработка. И там тоже будет создано достаточно большое количество рабочих мест». Наряду с этим откроется обновленный аэропорт. Его реконструкция проводится тоже за счет инвестиций. Проект благоприятно скажется на бизнес-климате региона. В целом объем привлеченных в регион средств значительно увеличился за последние годы. И это несмотря на мировой экономический кризис. Заседание Бюро полицовета североказахстанского филиала партии «Нуратан» прошло в областном центре. Безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями – это первая тема обсуждения. Отсчитывается Аким Кызылжарского района, где проживают 1329 инвалидов. Больше ста из них – дети. С начала года средства реабилитации получили 136 человек, трое – профобразование, 19 – трудоустроились. Следующее направление для обеспечения безбарьерной среды – это доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В настоящее время в районе 135 паспортизированных объектов. Запланировано на 16-й год 56 объектов, из них 39 объектов находятся в аренде. Поэтому мы работаем с этими объектами, которые находятся в аренде. К владельцам этих зданий и помещений мы, соответственно, письма направили, чтобы они за счет собственных средств проводили работу по адаптации. Кроме того, 17 объектов у нас ведется. Это в основном акиматы сельских округов, дома культуры, детский сад. И до конца года, Ерехам Дзиньевич, эту работу мы в полном объеме завершим. Председатель североказахстанского областного филиала партии «Нуратан» Ерех Султанов подверг критике работу козлжарцев по созданию безбарьерной среды. Такие объекты, как цон, почта, может быть, телекон, они должны быть доступны, это государственные объекты. И они востребованы для инвалидов и для людей в целом. Поэтому есть план 56, принимайте меры. В первую очередь тем, кто является государственной собственностью. Я не удовлетворен тем, что всего 17 объектов будут сделаны. Остальные 39, якобы средств нет. У всех средства есть для этого. Что делается в этом направлении в Эртаусском районе, рассказал его Аким Акзам Тастемиров. Здесь из 161 объекта полностью или частично доступны 94. 47 госорганы арендуют. Ерех Султанов поручил проработать вопрос с частными компаниями. Они тоже должны создавать необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Далее на повестке дня – итоги реализации программы «Нурлыжол». Детально обсуждают модернизацию инфраструктуры ЖКХ, сетей, вода и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры. В 2015-м в Петропавловске республика профинансировала 4 проекта на сумму 2 миллиарда тенге. Два завершены, оставшиеся сделают до конца года. В 2016-м году в городе Петропавловске по программе «Нурлыжол» реализуются 6 проектов на общую сумму 3 миллиарда 287 миллионов тенге. 4 проекта по водоотведению и 2 проекта по водоснабжению. В настоящее время по 5 проектам заключены договоры с подрядными организациями. По 1 проекту завершаются конкурсные процедуры. Предполагается, где-то во вторник мы подпишем договор. Члены бюро полицовета интересовались, качественно ли ведется контроль за реализацией проектов и расходом бюджетных средств. На этот вопрос ответил лидер североказахстанских нуратановцев. В этом году все средства выделены, будут освоены в полном объеме. Я скажу, мы сумели использовать все механизмы, все механизмы, которые предусмотрены сегодня правительством. У нас вообще катастрофическая ситуация была в состоянии тепловых сетей. 88% в прошлом году оценивали специалисты износ магистральных тепловых сетей. В этом году 72%. Это уже огромный прогресс. А 60% износ, это считается уже неплохо. Аким из сельского района и Макжана Жумабаева доложили, как у них работают партийные проекты. Они в основном социальные, направлены на поддержку ветеранов и тружеников тыла, помощь малоимущим семьям, борьбу с коррупцией и пропаганду казахстанского патриотизма. Председатель североказахстанского областного филиала партии нуратаны Ерик Султанов поручил всем акимам районов активнее решать социальные вопросы, максимально использовать господдержку и существующие программы. Впервые коллеги в этом году по дорожной карте занятости дали возможность строить общежития. И мы шесть общежитий строим в других областях, по-моему, только в Восточной Казахстанской области также. И сейчас я даю поручение, чтобы все акимы районов готовились к тому, что мы будем строить еще на следующий год десяток общежитий. Также на заседании рассмотрели изменения в составах комиссии партконтроля и общественного совета. По всем вопросам приняли постановление. Встречу завершили на приятном. Ерик Султанов за активную деятельность вручил партийную награду Александру Казанцеву. Петропавловский возобновил работу клуб ветеранов «Досуг». Здесь и домино разложить можно, и в шашки шахматами поиграть, а еще в ладо с тугы с кумалаком. С просьбой организовать место отдыха для представителей старшего поколения главе региона обратился участник Великой Отечественной войны Султан Мухамеджанов. Когда приехал ко мне поздравить день пожилых людей, Аким области, город пришел и меня спрашивает, что, как отдыхаете, как вы проводите день. Я говорю, соберемся стариков, мы сыграем, в парк ходим гулять. Теперь земной период, нам очень трудно, на улицах холодно. Теперь фронтовик с друзьями будут собираться в клубе. Работает он ежедневно с 14 до 17 часов. Аким области навестил Аксакалов. Ерик Султанов подарил досугу настольные игры, рассказал о недавних событиях. На этой неделе прошел форум по транспортной логистике, где встретились Ельбасы с президентом России. Мы тоже приняли участие. Также восстановили дороги, собрали хороший урожай, завершаем реконструкцию аэропорта. Ветераны поблагодарили главу региона за внимание и оперативность. Место отдыха для старшего поколения организовали в короткие сроки. Сделано в Северном Казахстане. В Петропавловске изготовили первые три трактора под маркой «Батыр». Совместное казахстанско-российское предприятие открылось в этом году в рамках карты индустриализации. Стоимость инвестиционного проекта – 1,2 миллиарда тенге. Началось все с инициативы местного сельхозпроизводителя Сергея Шинкаренко. Купил Петербургское машиностроительное завод на предприятии «Север-Трактор». И внес несколько предложений в реконструкцию этого трактора. В 2015 году они пригласили меня на завод, показали завод. И в феврале приехала делегация Санкт-Петербурга. Мы открыли совместное предприятие и начали подготовку к производству техники. Здесь делают рамы, кабины, крылья, баки, капоты, то есть всю металлическую часть. Некоторые детали заказывают на заводе многопрофильного оборудования и в венчурной компании «Поиск». Локализация составляет около 40%, рассказывает Дмитрий Джанчалов. Он занимается сборкой комплектующих, имеет большой опыт работы. По сравнению с конкурентами у трактора «Батыры» есть ряд преимуществ. Среди них высокая мощность до 400 лошадиных сил и небольшой расход ГСМ. На один гектар уходит 4,5 литра дистоплива. Стоимость такого «Батыра» – 30 миллионов тенге. Однако одними тракторами на заводе решили не ограничиваться. Сейчас осваивают опытное производство. Поступил заказ на посевной комплекс. Сейчас все, кто ходят, закупают в основном иностранные. А мы хотим свое сделать. И подешевле будет, и лучше будет, чем иностранный. Длина опытного образца – 11 метров. Производительность – до 170 гектаров в сутки. Комплекс многофункциональный. Он будет делать предпосевную обработку, культивацию, сампосев и прикатывание. Все это обеспечит наилучшие агротехнические условия. Собирают такой комплекс на тракторном заводе практически с нуля, без импортных комплектующих. Разработчики учли мнение аграриев и недостатки существующих моделей. Поуже сделать междурядие, изменить несколько порядок прикатывания и разрыхления, допустим. После комплекса должна быть ровная поверхность. Мы так считаем. Попробуем что-то сделать с вопросами равномерности и высева. На заводе планируют выпускать порядка 100 тракторов в год и столько же пассивных комплексов. На 2017 год мы планируем расширение производства. Для этого купили производственный цех. На заводе тяжелого машиностроения участвовали в конкурсе. И планируем в тех помещениях, которые мы сейчас занимаем, оставить сварку, покраску, резку металла, сборочное производство, все перенести в новый цех. Пока не выпал снег, на заводе планируют провести первые испытания посевного комплекса. А уже к весне выпустить около 10 экземпляров. Биогаз из куриного помета. Скоро этот проект станет реальностью, а пока на объекте идут строительные работы. Еще год назад здесь был пустырь. Сегодня новое строение необычной формы привлекает внимание всех, кто заезжает в село Якорь. В здании в виде шатра и есть будущий завод по производству биогаза. Проект реализуется по программе использования возобновляемых источников энергии. Сам весь процесс, да, вот это вот. То есть, при переработке сельскохозяйственных отходов на выходе происходит выработка электроэнергии. Тем самым мы способствуем утилизации отходов. Мы поддержали эту инициативу по поводу возобновляемой энергии. И на сегодняшний день в стране мы пока единственные. Строительство ведется за счет частных инвестиций. Вложено порядка 1 миллиарда тенге. Каркас будущего завода уже готов полностью. А вот внутри работы еще достаточно. В эти ниши установят емкости, в которых путем нагрева куриного помета будет вырабатываться биогаз. На объекте сегодня работают 20 человек. Кстати, с сырьем и реализацией получаемой электроэнергии проблем не возникает. Эти вопросы еще до начала стройки решили благодаря международному форуму Козылжар Инвест-2014. С участием управления энергетики и Акимата Северо-Казахстанской области мы заключили меморандум с то Олегри фирмой, с фабрикой, и то нашей компанией то Биотек. По поводу совместной работы по обработке средоксоциативных отходов, переработки. В этом же 2015 году мы разместили заказ российским специалистам на изготовление конструкции, на разработку оборудования. И в начале, в конце 2015 года мы приступили непосредственно к строительству, монтажу. Заинтересована в совместной работе и еще одна птицефабрика в селе Якорь. Поэтому возникла необходимость увеличить мощность производства в два раза. Биогазовая установка позволит в сутки перерабатывать до 120 тонн сельскохозяйственных отходов. В планах процесс производства сделать полностью автоматизированным. Здесь будут работать 8 человек. Пока строительство завершено на 70%, до конца года объект сдадут в эксплуатацию. Элеваторы принимают зерно нового урожая. В северном Казахстане работают 52 лицензированных хлебоприемных пунктов. Их общая емкость почти 6 миллионов тонн. Как и на всех предприятиях в ТО компания «Нурастык ЛТДН» все начинается здесь, в производстве на технологической лаборатории. Перед переемкой зерно тщательно исследуют. Сейчас пробу берут с машины ТО «Стан» Мамлюцкого района. Натуру, влажность и кликовину проверяют вот на этом французском приборе «Инфранео». Приобрели его 5 лет назад. Раньше на анализ уходило около 2 часов. Теперь 40 секунд. Определяем качество, ну как бы говорится, инфранео прибор прибором, но ручной способ еще никто не отменял. Поэтому среднесуточные образцы мы также отмываем руками. Мы работаем круглосуточно, так как у нас на данный момент запас сырья есть, пшеницы, и мы сушим его. Сушим, подрабатываем, круглые сутки работаем. Приемка ведется до часу ночи. Здесь же специалисты проверяют зерно на наличие вредителей. Говорят, в осенний сезон их меньше, чем весной. После пшеницы отправляется в очистительно-сортировочный корпус. В первую очередь, грубая очистка. На специальном оборудовании качественные зерна отделяют от колосьев и прочего мусора. А здесь ведут контроль за температурным режимом. Зерно не сильно влажное, поэтому 100 градусов для сушки достаточно. При необходимости можно увеличить. На элеваторе сегодня работают в штатном режиме. В день принимают до 40 машин. В 2015-м было в два раза больше. С начала уборки сельхозтоваропроизводители сдали на хранение и сушку 10 тысяч тонн зерна нового урожая. Здесь мы заготавливаем зерно. Значит, в объеме где-то 35 тысяч. Общие. Это у нас складские помещения зерновые. 11 складов. Есть силостный корпус. Здесь 4 тысячи 900 тонн. Зерно поступает в последнее время влажноватое. Где-то 18%. Приходится это зерно сушить. Зерно отправляем сейчас в Афган. Сейчас курганцы брали у нас. Но сейчас пока не берут. А в основном в Афган и зерно, и мука. Есть здесь и мельничный комплекс. Муку реализуют по Казахстану. Экспортируют в Афганистан. Трудятся на предприятии на постоянной основе 50 человек. Еще около 30 привлекают на сезонные работы. В этом году на ХПП стали принимать и масличные культуры. В складах около 150 тонн льна. Ну если не совру, 30. Субтитры подогнал «Симон»